И к другим темам. На сегодняшний день в Узбекистане запущено 9 солнечных фотоэлектрических станций и одна ветроэлектростанция с общей мощностью около 2,5 мегаватт. К концу этого года будет реализовано 16 проектов альтернативной энергетики. За счет зеленой энергии к 2030 году будет обеспечено до 30% производства электричества. В частности, в городе Катакургане Самаркандской области в начале этого года была запущена одна солнечная фотоэлектростанция мощностью 220 мегаватт. О ее пользе для населения расскажет Зайна Хагбердиева. Это второй проект арабской компании «Маздар» в Самаркандской области. Первый запустили в Нурабадском районе. До 2030 года в Узбекистане реализуют крупный энергетический проект на 7 гигаватт. 25% энергобаланса всей страны придется на долю уже запущенных ветряных и солнечных электростанций. Арабская компания «Маздар» по всей республике уже построила три крупные фотоэлектрические станции в Сурхандарьинской, Самаркандской и Джизакской областей. Вырабатываемая электроэнергия на всех этих трех ФС будет рассчитана на более 1 миллиона домохозяйств. Президентом в 2019 году была утверждена стратегия по переходу республики Узбекистан на зеленую экономику. Активные работы начались именно тогда. Уже через год были запущены первые фотоэлектрические станции с производительностью 100 мегаватт каждая. В 2023 году заработали возобновляемые источники энергии с общей мощностью 1600 мегаватт. На сегодняшний день ветровые и солнечные электростанции производят почти 2500 мегаватт электроэнергии. Доля альтернативной энергетики в Узбекистане достигла 15%. А ведь пару лет назад данный коэффициент равнялся нулю. За последние пять лет количество домохозяйств в Узбекистане увеличилось на 1 миллион 200 тысяч, а число предприятий достигло 260 тысяч. Эксперты отмечают рост потребления электроэнергии в полтора раза за пять лет. Это еще один серьезный вызов увеличения количества возобновляемых источников энергии. Учитывая потенциал страны, упор делается на солнечную генерацию. В сравнении с прошлым электричество создавало населению множество трудностей. Часто наблюдались перебои, что вызывало недовольство со стороны жителей. У нас много предпринимателей. В первую очередь им необходима инфраструктура, дороги, свет. Чем больше будет условий для них, тем активнее и успешнее будет их деятельность. Во время строительства фотоэлектростанции около 300-400 местных жителей были обеспечены работой. А с ее запуском прилегающая территория постепенно превращается в промзону. С начала этого года желание заняться бизнесом изъявили порядка 40 предпринимателей. К концу 2024-го к единой энергосистеме подключат 11 ФЭС-3 ветровые станции. Также планируется запуск систем хранения электроэнергии. Впервые заработают две батареи мощностью 300 мегаватт.